Так, сейчас порисовать и посмотрим, как этот рулон будет выглядеть. Вот так он выглядит и посмотрим, что там внутри получится. О, вот так вот оно ковром слазит и остается нормально сено. Сейчас вот только низ, да давай, давай, выкиду, вот только вот низ остался у нас вот так. Сейчас, низ вон в этот, обдирай от земли. Это первая июньская она. Вот он на земле лежал, Игорь, вот отсюда. И сейчас посмотрим, сколько с него выйдет. Какое и сколько с него выйдет. Посмотрим. Давай ковырнем, а там уже будет видно, что да как. Вот так. Ну вот прям зеленое июньское сено. Сейчас посмотрим, как это будет. Вон прям одна зелень. Не знаю, передаст это камера или нет. Но сено не коричневое, ну то есть не серое, а именно зеленое. Вот сверху было чуть-чуть. И сейчас мы посмотрим, сколько это чуть-чуть на нас выйдет по кипам. Запах именно такого не августовского слабого, а именно как больше к чаю, да. Такой именно июньский такой. Но оно даже как бывает, этот предь начинает. И вот такой вот. Три кипа у нас торчат. Три кипа у нас торчат. Фена на самом деле хорошая. Вот с виду оно хоть черное, но внутри охренительное. У меня обтеновали хуже заложено. Не знаю, затянется или нет видео. Попробую показать один-два рулона. Но тяжелые бы. Двадцатка где-то. Вот это вот, вот серое. Вот оно такое как бы желтоватое. И вот прям видно, как пошло новое, зеленое. Сейчас попробую посмотрим. Эти вот хоть тяжелее будут, потому что они все-таки на улице лежали, пресс стоял. В прессе были и сырости капанули. Скажем так, около двадцатки. Килограмм семнадцать. Ну почему разные выходят? То есть в поле, когда прессую, практически все кипы одинаковые. То есть почему так происходит? Потому что на поле, с поля сена, едешь постоянно с одной и той же скоростью. И постоянно подача сена практически одинаковая. Ну где-то все там побольше, но волок более-менее проглатывается сразу. А здесь у нас получается, то есть он, вот эта сена подает неравномерно. Из-за этого и получается кипы все разные. Потому что он засунул вот сейчас большую охапку. Поршень два раза его ударил и кипа получилась. Засунул маленькую охапку. Поршень два раза ударил, не завязал. Третий раз надо ударить. Третий раз он маленько сунул. И получилось вот что неравномерно. Вот прям видно, как полоса идет зеленая и серая. Вот это августовская, это июньская. Сейчас посмотрим. По наладке пресса, то есть вызывал я издалека наладчика. Даву, твой Семен. Кому надо, пишите в комментариях. Я скину вам телефон его. И он с наладкой данного пресса, если вы где-то рядом с Московской областью, Тверской поможет. Вот даже идет трубка и то зеленая. Вот Тимофеевка и то зеленая. Это июньская. Самое начало. Так. Четыре. Но обычно первым рулоном как бы пресс притирается, налаживается. С первого рулона может быть тип меньше. А потом как бы уже и плотность выставляем. И количество уже увеличивается. Я сейчас маленько откину. Но июнь. Что я тебе делать? Как сделаю? Ух, ею. Какая. 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 Неправитка. 5 в среднем 10 12 тип ну я считаю по 20 килограмм все равно даже с верхним слоем что я откидываю выходит в районе 200 килограмм с этого немецкого пресса так что маленький немаленький но прессует он класс 46 нормально и 180 220 килограмм даже вот такого черного рулона с поля у нас получается ладно сейчас прервусь а покажу еще рулон как будем разбирать то есть в чем прелесть этой сетки как получается что он как бы как яйцо чистить скорлупу скидываем сверху и остальное нормальная сена где-то чуть поправляем и нормально так что смотрите сейчас вот сейчас второй рулон разбирать даже если он подмерзший то есть такая вот скорлупа получается и подмерзшим тяжело скрыть участок плюс а в мороженом он от земли не мерзнет и получается что это от земли не мороженое там руками скрываем и вот это полностью сверху мороженое скорлупа отлетает вот он сейчас ее попробую продолжить вот она прям снимается вот и все и так это чуть-чуть поправим вот такие рулоны с поля получаются насколько тут сантиметров 5 на испорченного и все Quit сниж that. Сниж и Ну давай, кувыркать. И сено прям мелкое, блядь, это, слазит, да? Не то, что этот костер, блядь, на полу рулона. Вот так вот разбирается по слоям. Ну, в принципе, можно же раскатать, да? И трактором проехать, да? Нет. Почему? Потому что нет, кстати. Вот сейчас этот рулон у нас будет показательным. Посмотрим, сколько с него скип выйдет. Вот прям зелень. Прям зеленая сена. О, Катерине надо такого дать, да? Ну-ка, передай ей привет. Что, мы, блядь, с трапами приедем? Че, че, с трапами? Так, вот. Второй рулон у нас снова вышло 8 скип. Сейчас посмотрим, сколько с этого выйдет. Ну, сено значительно отличается от августовского. Ладно, уже и так много наснимал. Много в стойне в плане не досмотрите до конца. Еще в конце покажу, пропустим, сколько выйдет у нас скип. Здесь, повторюсь, 8 вышло. И отсюда сейчас убирать не буду. Здесь на площадке посчитаем, сколько всего вышло. А эти сейчас сложу. Ну, вот и так. Так, смотрим. 8 скип у нас было с первого рулона. Но я говорю, что первый всегда так. Это вот 6, 2 ряды и сверху 2. 8. И вот что у нас получилось со второго рулона. Значит, ну, это так и было. Одна из 29. 10 кип с рулона. То есть, получается, реально говорю, что делаем 20 килограмм, не меньше. То есть, в некоторых даже 25 будет. Потому что делаем на продажу. Люди постоянно берут. И берут только из-за того, что они как бы тяжелые. А не те там по 12, по 13 килограмм, которые в магазинах и перекупщики предлагают. Так что реально здесь 20 килограмм. Фактически сено, как оттава. Зеленое. Вкошено где-то 12-17 июня. Сейчас, не знаю, Даниловская связу. Ну, не сегодня, наверное, завтра покажу, что скажут. Но сено очень хорошее. Ладно, комментируйте, пишите, как, чего у вас. И какие есть вопросы по классовскому. Поэтому Игорь уже третий рулон. Разматывает. И нам еще надо, кроме этого, еще парочку хотя бы. Значит, 10, и тот будет 10, 20. Да. Так, еще в «Газель» у меня двухметровая. При хорошем раскладе один ряд помещается. 15 кип, 5 рядов выходит. И еще где-то полряда. То есть, вверху обычно от этого, от борта еще где-то 3-4 вкладываем. Ну, вот самое большое, мы в ней возили 81, 82, две кипы. Так что, как-то вот так вот. В принципе, все устраивает, больше и не надо. Хорошая, трехметровая простая «Газель», там 3,15, 3,16 что ли. По наладке пресса я уже сказал. Единственное, надо смотреть перепады температур. То есть, вот теперь лет отпывает, примерзает. Сетка вот так вот у нас. Вот. Игорь уже почти разобрал, так что ладно, все. Всем пока, пишите, что снять. Так, сенаж у нас на том же поле. Сенаж практически не убавляется, хотя сегодня уже 20 декабря. Ну ладно, все.